всем привет продолжаем знакомиться с книгой 300 надонована играй история видеоигр ну даже не знакомиться вы если вам это интересно продолжайте слушать и сегодня глава номер 2 называется она не упускайте мяч и ставьте рекорды и это глава так сейчас о гонке по созданию первой космической коммерческой точнее прошу прощения коммерческой видеоигры ну и сейчас вы видите на экранах картиночку на которой ручная работа билл питц слева и хью так создают первый игровой автомат galaxy game из архива билла пицца и так не упускайте мяч и ставьте рекорды студент билл питц жил под землей вместо того чтобы посещать лекции питц проводил время в подземельях стэнфордского университета штат калифорния исследуя растянувшуюся на 8000 акров сеть туннелей и выискивая в катакомбах лазейки помещения доступ в которые был воспрещен я поступил стэнфорд осенью 1964 года и первые два года моим хобби было проникновение в здание вспоминал он и хотя питц был не единственным студентам исследовавшим плохо освещенные и шумные туннели свои экспедиции он как правило устраивал в одиночку были и другие но мы друг о друге не знали рассказывал он порой на пути вставала кирпичная стена а кто-то передо мной уже разобрал кирпичи и уже можно было пролезть в образовавшуюся дыру исследование туннелей было опасным делом это было довольно опасно у меня была очень тяжелая куртка кожаная и она была абсолютно изношенной подкладка постоянно выпадала я носил ее в туннелях невзирая на то что температура там была выше 120 градусов по фаренгейту если бы какая-нибудь из паровых труб разорвалась считал я эта куртка смогла бы меня защитить но на деле я просто бы сварился интерес пицца к исследованию университетского городка стэнфорда оказался судьбоносным это случилось 1966 году однажды вечером по дороге в бар на встречу с друзьями он заметил дорогу которая вела в сторону холмов находящихся в пяти милях от центра стэнфорда стоящий рядом знак говорил что это был стэнфордский комплекс рассказывал он и там находилось здание в которое я еще не попадал поэтому я решил вернуться сюда той же ночью вооруженный набором из инструментов которые он использовал в качестве отмычек пиц вернулся в это таинственное место в 11 вечера и проник в какую-то лабораторию первая его реакция была разочарование там все было освещено и было много дверей и все они были не заперты я зашел внутрь и оказался в самом центре стэнфордского проекта по изучению искусственного интеллекта там стояла огромная компьютерная система под название пиди пи 6 работающая в режиме разделения времени один большой компьютер и примерно 20 теле тайпов подключенных таким образом чтобы много людей могли одновременно писать код и работать словно это был их персональный компьютер в те времена это было фантастикой было удивительно что один компьютер мог одновременно обслуживать 20 человек от этого я пришел самый настоящий восторг небольшая сноска телетайпы были разновидностью телепринтеров телепринтер являлись электрическими пишущими машинками которые соединялись с первыми компьютерами и использовались вместо экрана пользователи печатали свои команды на рулонах бумаги и в ответ получали распечатки с ответами на свои действия телепринтеры также легли в основу лент новостей позволяя информационным агентством таким как рейтерс отправлять новости по проводам в редакцию газет и так пиц посетил несколько водных компьютерных курсов и жаждал повозиться с футуристическим компьютером который он для себя открыл он убедил лестера эрнеста главу проекта по изучению искусственного интеллекта позволить ему пользоваться машиной в те моменты когда за ней больше никто не работает лестер сказал можете пользоваться ею сколько вам влезет пока за ней не работают другие рассказывал пиц поэтому получилось так что я приходил туда каждый вечер часов восемь или девять и работал до шести или семи утра до появления там первых людей на свои занятия я ходить перестал меня это вообще перестало волновать я хотел повозиться с компьютерами мой отец сходил с ума поскольку мои родители были в курсе что я перестал посещать занятия отец говорил мне что я стану никому не нужным компьютерным охламоном но поселившись в лаборатории пиц своими глазами наблюдал за тем что творится на переднем крае информатики он работал с артуром самуэлем который в начале 60-х годов оставил работу в ibm ради академии ради того чтобы проверить последнюю версию игры в шашки пиц слышал первую электронную музыку созданную программе которая впоследствии легла в основу синтезаторов ямаха он наблюдал за тем как аспиранты подсоединяли к педи пи шесть роботизированные руки и камеры и учили компьютер раз то распознавать поднимать и складывать блоки и он получил возможность поиграть спейс во спейс во было одной из самых клёвых штук лаборатории искусственного интеллекта вспоминает пиц у меня был друг из колледжа хью так и когда он оказывался в городе я брал его с собой в лабораторию искусственного интеллекта где мы с ним играли в спейс во и в одну из таких посиделок в 1966 году так заметил что если бы они смогли сделать из этой игры игровой автомат это позволило бы им разбогатеть но поскольку компьютеры по-прежнему оставались чрезвычайно дорогими и громоздкими эта идея была не более чем мечтой но в 1969 году digital equipment corporation представила компьютер пиди пи 11 по цене всего лишь 20 тысяч долларов по такой цене подумал пиццы игровой автомат со спейс во мог бы стать реальностью но я позвонил хью и сказал что мы могли бы создать одну из таких штук на тот момент сумма в 20 тысяч долларов для заловых игровых автоматов а как оказалось неподъемной обычно цена за автомат где-то была в районе тысячи долларов но пиц и так полагали что они смогли бы собрать довольно дешевый автомат который бы стал коммерческий привлекательным получив деньги от богатых родителей хью парочка принялась адаптировать пиди пи 11 под создание их версии спейс во для игровых автоматов свою версию они назвали galaxy game они решили что одна игра будет обходиться клиенту в десять центов три игры четвертак победитель одной игры мог получить дополнительную игру бесплатно идея заключалась в том чтобы убедиться что машина может работать бесперебойно и столь же бесперебойно принимать деньги к августу 1971 года практически все было готово студенческий союз имени трессидера в университетском городке стэнфордского университета согласился стать тестовой площадкой для galaxy game и осталось внести последние штрихи и тут парочка получила звонок от человека по имени нолан бушнелл который работал в компании на тинг ассоциейтес от нас о нас он узнал через общих знакомых рассказывает пит он позвонил мне и сказал эй приезжайте ко мне посмотрите что я сделал я знаю что вы делаете версию space во используя целый пдп 11 который стоит кучу денег я же хочу показать вам то что делаю я поскольку как мне кажется вы потеряете на своем детище деньги бушнелл как и пиц открыл для себя space во во время учебы в университете юты середине 60-х и сразу же влюбился в игру но в отличие от пицца и у бушнелла был долгосрочный интерес к индустрии развлечений в школе он хотел разрабатывать аттракционы для диснеевских парков развлечений а после того как он проиграл все свои деньги на обучение в университете он начал работать в лунопарке лагуна в фармингтоне небольшом городе лежащим к северу от солтлейк сити где располагается университет юты любовь бушнелла к space во в купе с его интересом к электротехнике и вовлеченностью в индустрию развлечений предпринимательским складом характера сразу навела его на мысль как превратить игру клуба технического моделирования железной дороги в игровой автомат когда я впервые увидел space во на pdp 1 1 я уже был занят на сезонной работе в парке развлечений и поэтому очень хорошо знал экономику игровых залов рассказывал он мне пришло в голову что если бы у меня получилось перенести эту игру на экран компьютера и поставить в зал автоматов игровых то вполне возможно я смог бы заработать кучу денег но с компьютерами стоящими миллионы долларов ничего бы не получилось но идея отказывалась исчезать после получения высшего образования в 1968 году бушнелл устроился на должность инженера компания ampex corporation хорошо известную своими прорывными технологиями в области звукозаписи и видео работая там он прочитал от data general nova компьютере стоимостью три тысячи девятьсот девяносто пять долларов и тут же вспомнил про space war я подумал что если бы я смог сделать так чтобы компьютеру можно было подключить четыре монитора и поставить четыре слота для монеток то такой автомат мог бы окупать себя рассказывает бушнелл чтобы попытаться спроектировать свой игровой автомат space war на бумаге бушнелл объединился с тэдом дабни еще одним инженером из ampex мы были хорошими друзьями и тэд в отличие от меня знал как обращаться с компьютерным железом рассказывает бушнелл я же был цифровым парнем я знал как обращаться с битами и байтами логика и тому подобными вещами и тэд действительно много понимал в том как взаимодействовать с обычным телевизором источником питания и всеми такими вещами но использование нова показала бесперспективность подобного подхода компьютер был слишком медленным и не мог быстро обновлять картинку на экране телевизора чтобы поддерживать игру на необходимой скорости бушнелл и дабни стремились упростить требования компьютеру создавая отдельные части аппаратных средств которые могли бы взять на себя обработку звезд на заднем плане но этот подход закончился неудачей не помогло даже уменьшение числа подключенных компьютеру экрана я был здорово расстроен и уже подумывал забросить идею рассказывал бушнелл но проблема никак не выходила у меня из головы и тут меня осенило я подумал что нужно отказаться от компьютера вообще и все сделать на железе и с того момента все пошло как по маслу бит за битом дабни и бушнелл создавали специальные схемы каждая из которых была предназначена для тех функций которые как они изначально надеялись мог обрабатывать компьютер дата дженерал такой подход позволял не только преодолевать технологические трудности но и значительно удешевлял постройку машины удешевлял настолько что больше не требовалось поддержка нескольких экранов для того чтобы оправдывать высокую стоимость системы однако новый подход принес с собой переосмысление самой игры из space war исчезла и дуэль между двумя игроками и гравитационное поле вместо этого игроки управляли одним космическим кораблем с помощью которого нужно было подстрелить две летающие тарелки управляемые компьютером короче говоря это был уже не space war к лету 1971 года работа над игрой была практически завершена и бушнелл начал задаваться вопросом кому бы они могли продать эту игру эту проблему решил поход к зубному врачу я был у своего зубного и с набитым ватой ртом начал рассказывать ему чем я занимаюсь на что он мне сказал тебе надо поговорить с этим парнем рассказывал бушнелл одним из его пациентов был парень занимавший в натинг ассоциейте с продажами врач дал мне его номер телефона я ему позвонил и рассказал чем я занимаюсь мы с ним встретились и заключили сделку натинг ассоциейте с появилась на свет после того как билл нутинг житель калифорний города пало-альто вложил немного денег в местную компанию которая занималась производством обучающего оборудование для вмс сша среди продуктов компании была машина опросник которая проецировала фильм с вопросами на экран а затем предлагала курсантам нажать кнопку для правильного ответа нутинг полагал что если к машине добавить монетоприемник то эта игра пользовалась бы в барах популярностью с этой мыслью он обратился к своему брату дэйву нутингу бывшему первому лейтенанту инженерных войск попросил его помочь адаптировать эту технологию для меня это стало весьма забавной задачей а я переделал устройство и переосмыслил сам концепт и получившийся продукт мы назвали компьютер куиз рассказывал дэйв а тем временем билл связывался с различными дистрибьюторами игровых автоматов которым понравилась эта идея видя столь высокий интерес дэйв переехал в милуоки поближе к чикаго центру развлекательного бизнеса где запустил производства я взял в аренду нужную площадь и только приступил к работе как билл заявил о том что его жена не поддерживает этот план рассказывает дэйв клэр была помешана на контроле над мужем а я оказался чем-то вроде угрозы в итоге братья пошли разными путями дэйв сформировал собственную компанию компанию натинг индастриис где начал производить точно такую же машину под названием ай кю компьютер а билл продолжал производить компьютер куиз обе игры стали успешными продалось 4 400 машин компьютер квиз и 3600 ай кю компьютер и в и в это в то время когда популярные автоматы для игры в пинбол продавались в пределах 2000-3000 штук компьютер квиз дал натинг ассоциейтес хороший старт но к 1971 году потребовался новый хит и радикальная видео игра видео игровая машина бушнелла и дабни появилась как раз вовремя к августу 1971 года бушнелл перешел из ампекс в натинг ассоциейтес для того чтобы закончить работу над игрой которая как он верил сможет изменить индустрию развлечений с намеком на компьютер куиз игру назвали компьютер space это произошло примерно в тот период когда бушнелл услышал о видеоигре пицца и така бушнелл решил им позвонить мне было любопытно я не знал что стоит внутри их игры и ожидал что это будет pdp 8 или pdp 10 мне было интересно какова была их экономическая мотивация пиц и так приняли приглашение бушнелла и отправились в натинг ассоциейтес в маунтин вью штат калифорния когда мы вошли в здание то увидели нолана больше всего похожего на обычного инженера держащего в одной руке осциллограф и работающего над компьютер space рассказывал пиц это был как раз тот момент когда он уже мог нам что-то показать но сама игра все еще находилась в разработке надежды бушнелла чему-то научиться у них окончились ничем я думал что они были умными парнями и надеялся на то что не смогут сократить свои издержки чего они так и не сделали я был немного разочарован поскольку ожидал немного другого но вместе с тем я воспрянул духом поскольку понял что они не собираются со мной конкурировать пиц считал технологию бушнелла замечательной но верил что их стаком игра гораздо лучше на меня произвели впечатление его навыки инженера но наша игра абсолютно соответствовала духу space war это была настоящая версия space war версия же нолана выглядела абсолютно искаженной спустя несколько недель в сентябре 1971 года первый автомат с видеоигрой galaxy game дебютировал в студенческом профсоюзе имени тресидера с того момента как автомат был включен в сеть он неизменно привлекал внимание публики вокруг машины постоянно толпилась человек по 10 пытаясь разглядеть происходящее на экране рассказывал пицц низкая плата за игру у galaxy game практически не окупала затрат на производство самого автомата но популярность игры воодушевляла пицца и така продолжаться заниматься этим проектом абсолютно все при приходили от игры восторг и поэтому мы с хью решили сделать вторую версию рассказывал пицц принявшись за работу на второй версии они спроектировали корпус из стеклопластика и перепрограммировали компьютер таким образом чтобы он мог поддерживать сразу две игры в точности как бушнул изначально планировал сделать с компьютер space для снижения издержек к тому времени когда вторая версия была закончена семья так а уже потратила на проект 65 тысяч долларов огромную сумму для 1971 года но автомат по-прежнему не мог выйти на окупаемость и вскоре создателям пришлось сдаться по правде говоря и хью и я были инженерами и мы совсем не обращали внимание на деловую сторону вопроса нами двигалась цель воссоздать спайс во с возможностью оплаты монетами рассказывал пицц но он был в большой степени бизнесменом чем я он делал упор на то чтобы взять спайс во и попытаться сделать из этого бизнес то время как я пошел по пути фаната и попытался остаться честным по отношению к игре в ноябре 1971 года спустя два месяца после запуска galaxy game первый автомат с компьютер спейс был установлен в баре дач гуз неподалеку от студенческого городка стэнфордского университета его черно-белый телевизионный монитор был вмонтирован в яркий изогнутый корпус из стеклопластика отчего возникало ощущение что этот автомат был взят прямиком из фантастического фильма барбарелла 1968 года автомат с компьютер спейс всем своим видом олицетворял будущее и к восхищению бушного за всех датаем даш гуз он понравился дач гуз был первым местом где мы протестировали компьютер спейс и и все прошло фантастически здорово мы не предвидели насколько велик будет процент студентов колледжа рассказывал бушно поскольку первые пробы прошли очень хорошо на тинг ассоциейтес запустила компьютер спейс производства надеясь поразить владельцев игровых залов революционной технологией и отсутствием в автомате подвижных частей небольшая сноска электромеханические игровые автоматы на тот момент были очень популярны и славились тем что в них постоянно ломались какие-то подвижные части из которых состояли эти автоматы идем дальше в ожидании ажиотажа на тинг ассоциейтес произвела больше полутора тысяч единиц компьютер спейс но последовавшая реакция была далека от того позитива с каким игру восприняли в студенческом баре когда мы поставили автоматом несколько баров где собирались работяги мы практически не получили денег рассказывал бушно к этим автоматом никто не притрагивался поскольку игра была слишком сложна люди в аркадном бизнесе приходили в недоумение от этой игры в 1971 году мой брат билл выпустил компьютер спейс вспоминает дейв нутинг empire distribution занималась распространением моей электромеханической игры flying ace и она и она же была дистрибьютором продукции на тинг ассоциейтес я был на встрече с директорами empire гилом китом и джо робинсом когда им позвонили и попросили ответить на запрос от билла и нолана бушнелла по поводу их компьютер спейс у гилла и джо была громкая связь и поэтому я мог все слышать джо ответил что геймплей слишком запутанный и его люди испытывали трудности пытаясь разобраться с управлением на что нолан ответил что компьютер спейс всего лишь начало новой эпохи и будущее развлекательной индустрии будет за видеоиграми а пинбол вскоре перестанет быть главным продуктом этой отрасли гилл встал и громко заявил у видеоигр нет никакого будущего и если наступит день когда видеоигры возьмут верх я съем свою шляпу несколько лет спустя на конференции я столкнулся с гиллом и спросил его помнит ли он свое обещание он покраснел улыбнулся и сказал парень я ошибся признаю это хорошая шутка штука штука тем временем у компьютер спейс стали появляться поклонники оуэн рубин который впоследствии стал работать в отаре был одним из них это была первая видеоигра которую я увидел меня всегда привлекали автоматы спинболом и прочие игровые автоматы которые стояли в игровых залах рядом с моим домом поэтому как только я увидел этот автомат я моментально оценил всю крутость другой будущий сотрудник отари дэйв шепард также влюбился в эту игру помню как подумал что это была самая крутая штука которую я когда-либо видел к тому же мне очень понравился корпус футуристический корпус из стеклопластика вдохновленный шепард принялся делать собственную видеоигру поскольку я был жмотом и не очень-то хотел закидывать в эту машину свои четвертоки то отправился домой и начал работать над собственной видеоигрой и пытался собрать ее из элементов которые находил в мусорных ящиках для бушнелла компьютер спейс был сделан как надо по сравнению с играми которые появились после нее это было похоже на неудачу но до этого и я никогда еще не создавал продукты за миллионы долларов мне было интересно делать это ради потока авторских отчислений к тому же опыт работы в Natting Associates вдохновил его на запуск собственного бизнеса я наблюдал за тем как устроена работа в Natting и они мне придали большую долю уверенности что я смогу заняться собственным бизнесом поскольку я понимал что я не смогу наплевательски относиться к работе более значимой чем та которой занимались они и тогда бушнелл и дабни решили создать СУЗУГУ энжиниринг с целью донести до окружающего мира веру бушнелла в то что видеоигры смогут вытеснить пинбол и занять главенствующее место в залах игровых автоматов так а создали они СИЗИГИЯ энжиниринг и сноска СИЗИГИЯ это термин которым обозначают выравнивание трех или более астрономических тел по прямой линии в одной и той же гравитационной системе например когда Земля Луна и Солнце выстраиваются в единую линию во время солнечного затмения итак продолжаем тем временем Браун Бокс Ральфа Байера наконец-то должен был добраться до магазина работодатель Байера компания Сандерс Ассоциейтес после банкротства потенциального покупателя компании Телепромтер к началу 1968 года прекратила поиск лицензиатов для игровой консоли ничего не происходило года полтора наверное и мы не понимали что с этим вообще можно было сделать рассказывает Байер наконец меня осенило что производители телевизоров и есть те самые компании которые с большей долей вероятности смогут производить распространять рекламировать и продавать устройства произведенные из тех же компонентов и по той же технологии что и их телевизоры Сандерс принялось демонстрировать браунбокс производителям телевизоров которые на тот момент доминировали на американском рынке это General Electrics Magnavox Motorola Filco RCA и Silvania Байер когда мы показывали этим компаниям наше устройство в 1969 году все без исключения говорили это великолепно но никто не предложил и 10 центов кроме RCA но мы не смогли договориться и разошлись в разные стороны рассказывал Байер снова возникло ощущение что браунбокс обречен оказаться на свалке но в этот момент Билл Эндерс один из тех директоров RCA которые были вовлечены в переговоры с Сандерс перешел на работу в Magnavox и убедил своего нового работодателя еще раз взглянуть на это устройство создатели Браунбокс Байер Билл Харрисон и Билл Руш отправились в штаб-квартиру Magnavox в Форт Уайене штат Индиана чтобы вновь продемонстрировать свою работу в этот раз в Magnavox сказали да в январе 1971 года Magnavox подписала предварительное соглашение с Сандерс и начала работу по превращению Браунбокс в рыночный продукт в Magnavox переделали корпус машины и дали ей рабочее название Скилл о Вижен а впоследствии остановились на названии Одиссеи коллекция из семи игр встроенных в Браунбокс была увеличена до 12 среди которых была игра лабиринт Cat и Маус образовательная игра States и игра пинг-понг разработанная еще в 1967 году стрелковая игра с применением ружья убедившая Сандерс не закрывать проект превратилась в продававшийся отдельно проект Shooting Gallery который можно было подключать к Одиссеи Magnavox решила добавить ко всему этому бумажные деньги игральные карты и покерные фишки для того чтобы расширить спектр игр и пластиковое покрытие которое надевалось на экран телевизора с целью улучшить примитивную графику Одиссеи цена за такую упакованную консоль составляла не 19,95 долларов как надеялся Bayer а выросла до 99,95 долларов то есть 99 долларов 95 центов Bayer был потрясен я видел ящик 10 тысяч игральных карт бумажные деньги и подобную фигню но я же знал что никто этим пользоваться не будет определившись со всеми доработками Magnavox назначила старт продаж на август 1972 года при этом компания решила распространять самую первую игровую консоль исключительно через собственные торговые представительства готовясь к старту продаж Magnavox представила Одиссей всем дилерам Magnavox и прессе 24 мая 1972 года они продемонстрировали Одиссей в аэропорте Марина в городе Бурнингем в штат Калифорния неподалеку от Сан-Франциско одним из людей решившим на это взглянуть был Нолан Бушнелл на тот момент компания Сизиги который Бушнелл основал вместе с Дабни достигла соглашения на создание видеоигр для чикагского гиганта в сфере производства автоматов для пинбола Белли Мидвай Бушнелл хотел чтобы Сизиги сделала мощную видеоигру для Белли Мидвай с помощью которой смогла бы убедить людей которые восприняли компьютер Спейс в штыки попробовать на вкус видеоигр на презентации Одиссеи и игры пинг-понг в Бурлингейме в его голове что-то щелкнуло и весь следующий месяц весь коллектив Сизиги занимавшийся прежде подчинкой неработающих игровых автоматов и установкой автоматов с компьютер Спейс в игровых залах корпел над новой мощной игрой Бушнелла в съемных офисах Санта Клары Дабни и Бушнелл согласились сложить по 250 долларов компанию когда выяснилось что уже существует компания с точно таким же названием Бушнелл обратился за вдохновением к своей любимой игре настольной японской игре и предложил в качестве нового названия для фирмы слово Атари эквивалент шаха в шахматах Дабни согласился и 27 июня 1972 года родилась Атари инкорпорейтед в тот же день Атари взяла на работу Элла Элкорна молодого инженера который работал с Дабни и Бушнеллом в Ампекс в качестве стажера Бушнелл поручил Элкорну сделать очень простую игру для того чтобы тот понял основы видеоигровой технологии и поделился мыслями о пинг-понг игре для Одиссей в которую он поиграл месяцем ранее он описал игру Элкорну и сказал тому что это была часть сделки которую он заключил с Дженерал Электрикс я полагаю что это хороший способ помочь ему понять весь процесс целиком поскольку схемы которые я сделал были довольно сложны рассказывал Бушнелл но на самом деле никакой сделки не заключал и Бушнелл совсем не понимал что ему делать с этой игрой он считал что действие бита мяч было слишком простым для того чтобы игра приобрела популярность и рассматривал эту работу только в качестве обучающего курса для молодого сотрудника Элкорн же с головой ушел в проект он улучшил водное Бушнелла заставил мяч отскакивать от биты игрока в разные углы в зависимости от того в какую часть биты он попадал попутно он добавил счет очков и грубые звуковые эффекты в результате чего в игре появилась инструкция в одно предложение не упускайте мяч и ставьте рекорды эти незначительные улучшения не сильно изменили игровой процесс но их было достаточно чтобы заставить Бушнелла и Дабни пересмотреть свои планы я за секунду изменил свое мнение поскольку все получилось действительно весело особенно когда мы каждую ночь сами играли по часу другому после работы рассказывал Бушнелл который дал игре Элкорна название Понг в сентябре того же года Атари решила протестировать Понг на посетителях таверны Энди Капа в Саннивейл Калифорния одновременно с этим Бушнелл отправился в Чикаго для того чтобы продемонстрировать игру Белли Мидвей надеясь что это поможет Атари заключить контракт с производителем автоматов для игры Пинбол но на Белли Мидвей эта игра не произвела никакого впечатления им она была не нужна рассказывал Бушнелл прежде всего потому что это была игра только для двоих игроков тогда существовали игры для двоих игроков но обязательно должна была существовать возможность поиграть и одному в их головах на этот счет была железная установка вернувшись в Калифорнию Элкорн передал Бушнеллу плохие новости которые получил от владельца таверны Понг перестал работать Элкорну пришлось поехать в бар чтобы узнать что случилось когда он открыл монетоприемник чтобы попытаться установить причину поломки ему в руки потоком хлынули монеты и звоном рассыпались по всему полу бара количество монет оказавшихся в монетоприемнике игрового автомата и привело к остановке его работы посетители бара сходили с ума по Понг люди даже начали выстраиваться в очередь на улице в ожидании бара только ради того чтобы поиграть в эту игру на то время средний игровой автомат обычно зарабатывал около 50 долларов в неделю Понг зарабатывал более 200 долларов в неделю Атари получила подтверждение тому что у нее на руках есть полноценный хит единственной проблемой было найти способ проникнуть в игровые залы надеясь на то что доход который приносила игра сможет убедить людей из Белли Мидвой в ее коммерческих перспективах Бушнел еще раз приехал к производителю бинбола поскольку представители компании все равно не поверили бы в реальные цифры Бушнел озвучил им треть от настоящей суммы дохода в Белли Мидвой вновь отказались иметь дело с этой игрой тогда Атари предложила Понг компании Натинг Ассоциейтис в обмен на 10% роялти но и там с ними не захотели работать поскольку уровень требуемых ройалти был слишком высок Атари не оставалось ничего другого кроме как самой приступить к производству игры для молодой компании это был очень рискованный шаг у компании практически не было денег собственного производства и связей с дистрибьюторами игровых автоматов Бушнев сильно переживал по этому поводу но полагал что простое устройство игры не потребует излишне больших усилий для ее сборки Атари вложила все свои средства в изготовление первых автоматов с Понг наша первая партия автоматов состояла из 11 машин в их производство мы вложили все наши деньги которыми располагали на тот момент рассказывал Бушнев производство каждой машины обходилось в 280 долларов но продавалась она уже за 900 мы сразу же продали 11 машин за наличные поэтому тут же вернули вложенные средства следующая партия состояла уже из 50 аппаратов и у нас не осталось рабочего пространства для сборки рассказывал последствий Бушнев к счастью для Атари компания арендовавшая офис по соседству обанкротилась и освободила дополнительные площади мы расширили пространство с 2000 квадратных футов до 4000 и пробили в стене дыру чтобы объединить оба помещения вспоминал Бушнев к тому моменту в аркадном бизнесе уже распространилась молва о понг дистрибьюторы со всей страны умоляли нас продать им побольше автоматов рассказывал Бушнев для того чтобы удовлетворить спрос Атари требовалось быстро наладить поточное производство но компании для этого не хватало финансовых средств поэтому Бушнев пришлось обратиться к банкам с просьбой об открытии кредитной линии для Атари но банки не проявили никакого интереса их пугал как неформальный внешний вид длинноволосого бушного так и сомнительный имидж развлекательного бизнеса который в общественном сознании был связан с бандитами в 1930-х годах бандиты имели тесную связь с развлекательным бизнесом самым известным примером контрактов такого рода был Фрэнк Костеллоу знаменитый бандит которого называли премьер-министром преступного мира Костеллоу владел сетью из 25 тысяч игральных автоматов которые стояли в кафе на автозаправках в барах ресторанах и аптеках по всему Нью-Йорку и каждый год приносили ему миллионы долларов помогая тем самым обеспечить его менее законные предприятия власти долгое время беспокоились по поводу связи между мафией и индустрией игровых автоматов и когда несколько производителей начали выпускать автоматы для игры пинбол которые предлагали выигрыши наличными деньгами власть начала активно противодействовать этому процессу эту борьбу возглавил мэр Нью-Йорка от республиканцев фиорелло ла гуардио в 1934 году спустя год после избрания его мэром ла гуардио принялся подавать в суды прошение относительно запрета игры в пинбол утверждая что эта игра является лишь ответвлением азартных игр после нескольких лет юридических сражений ла гуардио добился того что в 1942 году суд бронкса встал на его сторону и запретил пинбол запрет оставался в силе вплоть до 1976 года дабы отметить это событие ла гуардио созвал пресс-конференцию на берегу реки где он собственно наручно разбил кувалдой конфискованный пинбольный аппарат и сбросил его в East River за следующие три недели полиция конфисковала более трех тысяч автоматов для игры в пинбол нанеся серьезный удар по игровой империи Костелло прочие американские города и населенные пункты последовали примеру Нью-Йорка тем самым закрепив идею что пинбол и залы игровых автоматов были неразрывно связаны с бандитами азартными играми и моральным разложением поэтому в ответ на просьбы Бушнелла о суде которая помогла бы ему выстроить собственный бизнес по производству игровых автоматов все банки указывали ему на дверь в конечном счете Бушнелл убедил банк Вэлс Фарго предоставить Атаре 50 тысяч долларов на производство 150 автоматов с Понг это было меньше чем рассчитывали в Атаре но достаточно для запуска сборочной линии получив финансирование компания превратила бывший роллердром в сборочный цех и обратилась в местный центр занятости чтобы набрать людей на работу все они были ужасны рассказывал Бушнелл о той публике которую Атаре наняла на линию по сборке Понг у нас работали героинчики и люди очень сильно на них похожи они воровали наши телевизоры мы же были молоды и глупы вот и все что я на это могу сейчас сказать но мы быстро учились они у нас надолго не задерживались вскоре Понг завоевал всю страну дав миллионам людей представления о видеоигре другие производители игровых автоматов быстро принялись выпускать собственные версии игры надеясь заработать денег на всеобщем помешательстве такие фирмы как ChicagoCoin или Williams выпустили собственные ремейки хита Atari Белли Мидвайт сама пришла к Atari и подписала соглашение которое давало калифорнийскому стартапу 5% от продаж их клона Понг Найтинг Ассоциейтес несомненно жалея своем решении не связываться с предложением Бушнелла по поводу Понг выпустила компьютер Спейсбоу некоторые из этих клонов достигли уровня продаж в 8 тысяч и более сопоставимого с продажами машины Понг производства Atari Пэдл Бэтл и Теннис Торной например принесли состояние флоридской компании Льет Лейзжуж подняли ежегодные продажи с 1,5 млн долларов в 1972 году до 11,4 млн в 1973 году Вскоре Понг вышел на мировой уровень В Японии компания Таито производитель игровых и музыкальных автоматов аппаратов по продаже арахиса и автоматов с призами вдохновилась примером Atari и сделала Элепонг первый японский игровой автомат такого плана Французские производители бильярдных столов Рене Пьер также присоединились к общему психозу вокруг Понг не выпустив Смэч Итальянская компания по производству пинбола Закария вошла в цифровую эпоху с Тиви Джокер копией Понг сделанной по лицензии Atari в 1972 году Понг появился в Италии и обрел грандиозный успех вспоминает Натале Закария один из основателей компании Закария Закария производила пинбольные автоматы и продавала их по всему миру поэтому у нас была широкая сеть контрактов когда появились видео когда появились видеоигры мы были готовы начать их производство и продажу по лицензии Закария по лицензии Закария стала собирать автоматы для Италии и назвала их Тиви Джокер поскольку мы покупали материнские платы в США и потом собирали автоматы Понг также помог Магновокс продажа их консоли Одиссей и к 1974 году их было продано порядка двухсот тысяч единиц преимущественно благодаря игре пинг-понг все играли в пинг-понг вот и все рассказывал Байерс это была хорошая игра популярности которой добавил Понг но вот тогда-то мы и осознали черт все что нам нужно было сделать это остановиться после игры номер шесть в конечном счете Магновокс принялось угрожать судебным иском Атари за то что те нарушили патенты Байера но чувствуя что у молодой компании просто не будет большого количества денег для выплаты поиску согласилась отдать этой компании права на создание игры за одноразовый платеж в семьсот тысяч долларов адвокаты Магновокс были наименее дружелюбными конкурентами Атари среди которых были Элит Лейзюр Белли Мидвай Найтинг Ассоциейтес и Вильямс К сентябрю 1974 года на всей территории США работало примерно 100 тысяч игровых автоматов с видеоиграми приносившие порядка 250 миллионов долларов в год развлекательному бизнесу так долго осуждаемую за связь с бандитами и азартными играми видеоигры предложили новый старт привлекая новое поколение обратно в залы игровых автоматов на протяжении многих лет наши игры пинболы бильярды тиры были нацелены главным образом на рабочий класс теперь же с помощью видеоигр мы затрагиваем гораздо более широкие социальные группы сказал газете The Ledger в сентябре 1974 года Говард Робинсон управляющий дистрибуцией игровых автоматов в Атланте многие заведения которые раньше и думать не смели об установке у себя автомата с пинболом с удовольствием размещают автоматы с видеоиграми несколько лет спустя Фрэнк Баллоус бывший менеджером по продажам в Атаре отметил многие залы игровых автоматов находились в паршивых местах теперь же они стали превращаться в места для семейного отдыха куда можно было взять и жену и 6-летнюю дочь и 14-летнего сына идея того что видеоигры были чем-то особенным существовавшим отдельно от захудалых игровых автоматов сознательно раскручивалась самой Атари мы раскручивали идею что это гораздо более продвинутая изящная вещь поскольку мы считали что так у нас все будет лучше продаваться рассказывал Бушнелл Бушнелл доказал справедливость своего заявления о том что компьютер спейс это только старт новой эры в развлекательном бизнесе единственный вопрос теперь заключался в том как справиться с таким потоком информации ну а на сегодня все глава номер 2 окончена всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки и комментируем всем пока до сих пор до сих пор